Уже второй час космические станции дальнего обнаружения следили за появившимся из-за лунного диска крупным неопознанным летающим объектом. На попытки радиоконтакта объект не реагировал. Достигнув земной орбиты и избавив ход, он скользнул в атмосферу, изящно уклонившись от полусотни предупредительных лазерных пучков, после чего напрочь исчез с экранов локаторов. Остался только слабый след возмущения атмосферы в месте спуска. Ни длинного инверсионного хвоста, ни обломков. Ничего. Можно было бы посчитать его сбитым, если бы не одна досадная мелочь. Объект выглядел слишком уж большим и, что самое неприятное, направлялся прямо к столице. Что в таких условиях должен думать министр обороны? Ну, разумеется, неожиданное нападение неизвестного противника. А потому следовало принять все соответствующие меры предосторожности, вплоть до извлечения на свет Божий того самого чемоданчика с известной кнопкой. Хотя и неясно было, как он мог бы пригодиться в данной ситуации. Пока владыки великих держав ругались по экстренной связи, выясняя национальную принадлежность нарушителя, неопознанный объект успел приблизиться почти к самой столице. Ненадолго задержался над большим нефтеперерабатывающим заводом на дальней окраине города, а еще через несколько минут завис прямо над центром города, пугая жителей. Впрочем, не всех. Многие из них даже не подозревали происходящим. Чтобы чего-то испугаться, это что-то нужно сперва увидеть, услышать, ощутить. Высоким должностным лицам, с имеющимися в их распоряжении обзорными экранами, это было достаточно легко. А вот тем людям, что по долгу службы находились внутри большого административного здания Дворца Съездов, еще только предстояло знакомство с этим объектом. Ведомственный слесарь-сантехник Косых, например, находился в туалетной кабинке двумя этажами ниже зала заседаний. В данный момент он был занят двумя вещами – забившимся унитазом и на две трети пустой бутылкой виски, что, по идее, должна была помочь ему в борьбе с возомнившей о себе не весь что правительственной сантехникой. Косых гремел разводным ключом и в полголоса материл упрямый болт, не желавший поддаваться его усилиям. Предыдущие попытки прочистить трубу без разборки не привели ни к чему, поэтому следовало принимать кардинальные меры. Булыжниками не гадят или чем? Уроды избранные. Ясно же было сказано – документы в унитаз не спускать. Такое впечатление, что они туда пустых бутылок накидали. А кому за вас это все вычищать? Ну, ясно, дяде Васе. Нет, надо выпить, народные любимцы в хреновы. «Эй, а полегче нельзя?» – раздался совсем рядом женский голос. Как раз в тот момент, когда сантехник в очередной раз приложился к заветному горлышку. «Кого еще тут принесло?» – поинтересовался он, едва не подавившись. «Что, читать не умеете? Табличка на двери висит. Ремонт. Или совсем уж не втерпешь, что в мужской туалет зашла?» «Однако и работничков же берут в обслугу», – восхитилась говорившая. «Тебе какое дело до этого? Может, я тут с внеочередной инспекции?» Умолкни по-хорошему, а то уволю без выходного пособия. «А мне на это все плевать», – рыкнул возмущенный неожиданным вторжением дядя Вася. «Ремонт, значит, ремонт. И нечего мешать человеку. Я же на ваше заседание с умными советами не влезаю, правда? Вот и отстаньте». «Нет, действительно, пора увольнять», – проговорила собеседница, открывая дверь кабинки, где сидел Косых. «Скажи спасибо, что у нас тут чрезвычайное положение, а то бы точно вылетел в три пинка». «О, так ты еще и пьешь на работе». «Какое нахрен положение?» – заорал совсем уже взбешенный дядя Вася. «Поработать спокойно не дадут». «Так, ладно, прекращай свои излияния, собирай свои инструменты и быстренько вниз. Эвакуация идет. Знаешь такое слово?» «Я еще много каких слов знаю», – огрызнулся Косых. «Что случилось-то?» Ответ пришел, но совсем не тот, какого ожидал дядя Вася. Задрожали стены, с потолка посыпалась штукатурка, затем куски бетона. Косых подскочил, пытаясь уберечь голову от каменного града, успев краем глаза рассмотреть свою собеседницу, которая удивленно смотрела на рассыпающийся потолок. Здоровенная глыба похоронила под собой многострадальный унитаз. В дыру в потолке просунулась прозрачная труба метров трех в диаметре. Еще не совсем осознавая происходящее, дядя Вася рванулся из кабинки, стараясь убраться подальше от творящегося безобразия, пока его не накрыло этим неизвестно откуда взявшимся посторонним предметом. На свое несчастье он сделал это слишком быстро. Девушка, стоявшая на его пути, не была готова к тому, что на нее обрушится 90-килограммовый напуганный слесарь. Не удержавшись на ногах, она изо всех сил вцепилась в ручку кабинки. Туфли заскользили по влажному кафелю пола, и она шлепнулась на пол, заодно сделав подножку дяди Васи. Тот, в согласии с законом всемирного тяготения, тоже растянулся на полу, как следует приложившийся лбом к кафелю пола и придавив собой девушку. Та попыталась высвободиться из-под обмякшего тела. Извиваясь ужом, она наконец выбралась из-под нежелающего приходить в себя слесаря. Встав на колени, вновь ухватилась за ручку двери и медленно поднялась на ноги, чтобы почувствовать, как ее неудержимо всасывает прозрачная труба, проломившая потолок туалета. Вместе с начавшим оживать косых. В этом положении ей не оставалось ничего другого, как потерять сознание. Камеры внешнего обзора зафиксировали, как из брюха НЛО высунулся длинный цилиндр, устремившийся вниз. Труба пронзила крышу дворца съездов, взметнув в воздух куски металлической кровли. В остальном поведение тарелки было мирным. Столичный эфир разрывался от передаваемых по всем диапазонам требованием немедленно очистить воздушное пространство над комплексом правительственных зданий. Впрочем, безуспешно. Невидимые пришельцы ни то не хотели реагировать, ни то просто не слышали. Как и пришедший в себя дядя Вася. Процесс оживания был скор и мучителен. Пока глаза косых были закрыты, он ощущал лишь легкое чувство головокружения, вполне уместного после принятого внутрь виски. Но вот когда глаза открылись, лучше бы этого не происходило. Дядя Вася летел непонятно куда по неширокой прозрачной трубе, изгибавшейся самым причудливым образом, наподобие кишечника удава, завязанного морским узлом. Голова закружилась еще сильнее, извлекая из глубины естества неприятное желание сблевать. Косых неимоверным усилием подавил это неуместное предложение собственного организма. Попробовал осмотреться, но такая попытка вновь вызвала муторное ощущение. За прозрачной трубой проносились какие-то совершенно невероятные металлические конструкции. Залы, похожие на пещеры и одновременно на гигантские живые потроха. Что-то мигало разноцветными огоньками и сполохами. Примерская картина. Дядя Вася попробовал посмотреть вперед. В нескольких метрах от него висело довольно красивое женское тело. Вернее, не висело, а летело с той же скоростью, что и дядя Вася, из-за чего казалось неподвижным. Косых безуспешно попробовал окликнуть ее. Девушка, очевидно, была без сознания, как минутой раньше и он сам. Труба поднялась практически вертикально, и два человека сейчас неслись точно в скоростном лифте пневмопочты. Где-то в полусотне метров над ними возвышался блестящий вытянутый купол. Под куполом тоже что-то неярко светилось, но что пока не было видно. И купол этот очень быстро приближался. Девушка влетела туда первой, заодно немного успокоив дядю Васю, который в ужасе перебирал варианты окончания пути. Против ожидания ее не размазало по вершине. Она мягко остановилась и повисла в воздухе. В следующую секунду к ней присоединился и Косых. Помещение, в котором находился купол, было размером с небольшой крытый стадион, забитый все теми же металлическими конструкциями непонятного назначения. Дядя Вася и его невольная попутчица медленно вращались под куполом. Зашевелилась серая плита перекрытия, закрыв собой прозрачный колодец трубы. Как только это произошло, пленники внезапно обрели вес, шлепнувшись на холодный металл. Дядя Вася на этот раз был осмотрительнее и успел сжаться в комок, уберегая себя от излишних ушибов и прочих поломок. Девушке повезло меньше. Плита отозвалась на их падение глухим стуком. Удар был не то чтобы сильный, но достаточно болезненный, чтобы привести ее в чувство. Она застонала, попробовав подняться на ушибленных локтях. Безуспешно. Перекатившись на живот, повторила попытку. На этот раз ей удалось приподняться на колени. Окинув взором незнакомую местность, она заметила сидящего рядом с ней косых. Помотала головой, приходя в сознание, и поинтересовалась недовольным тоном. «Ну и где это мы?» «Говорила же, эвакуация, бросай все и беги, так нет. Сам влетел куда-то, еще и меня с собой прихватил. Как выбираться будем?» Косых открыл рот, чтобы сказать ей какую-нибудь гадость, но не успел. Ответ пришел сам собой. Купол медленно полз вверх, освобождая людей. Те еще не в силах осмысленно двигаться, медленно поднялись на ноги. Купол находился точно в центре громадного зала. Раздумывая, в какую сторону им теперь идти, люди завороженно рассматривали его внутреннее строение. Краем глаза косых ощутил какое-то постороннее движение за своей спиной и резко оглянулся. Уверенности ему это не добавило. Три личности, неизвестно каким образом сумевшие подобраться к нему на столь близкое расстояние, выглядели до неприличия жутко. Двое, зеленые, две руки, две ноги, уши, воронки, вместо носа – хоботки. Третий пришелец походил на медведя, только с шерстью розового цвета и маленькими крылышками, смахивающими на ангельские. «Допился», – подумал дядя Вася. «До инопланетян допился». «Нет, пора бросать пить, пора». Ближайший из уродов скептически разглядывал косых. То наклонит голову, то начнет пульсировать своим хоботком. А когда ему это надоело, он обратился к своим товарищам на чистом русском, чем несколько удивил дядю Васю, полагавшего, что таким созданием никак не полагается знать его родной речи. «Гнилофор, ты кого нам приволок?» – проговорил один из зеленых, тот, что повыше ростом. «Я аж просил архивного работника, а это что такое, позволь спросить? И девка еще какая-то, что мы с ними теперь делать будем? Да, кстати, очень интересно, что вы с нами делать будете», – в свою очередь поинтересовалась девушка. «Дворец повредили, туалет разломали, нас вот куда-то затащили, да еще и не знаете, что с нами делать? Может, обратно вернете, если уж все так неудачно получилось?» «Обратно?» – хмыкнул самый рослый из уродов. «Сейчас это слегка затруднительно. Нас, похоже, обнаружили, так что пришлось быстро убираться. Обратно вы уж точно не попадете». «Да, кстати, раз вы в сознании оба, может, скажете, кто из вас тут вашими архивами заведует?» «Уж точно не я», – ответил дядя Вася. «А ты точно не галлюцинация?» «Как хочешь, так и считай», – ответил рослый урод. «Тогда, может, кто-нибудь из вас расскажет мне про стратегические запасы химических вооружений, а?» «А зачем тебе это?» – поинтересовалась девушка. «И, кстати, мог бы объясниться, куда нас затащили, а заодно представиться. Неудобно как-то беседовать неизвестно с кем. Шпионы иностранных держав или мутанты-наемники, не поймешь». «Насчет шпионов не знаю, про наемников тоже. А вот с мутантами ты в самую точку угодила. Мы тут все такие. Меня зовут Тривариан. Можно просто триф лопни башка. С гнилофором, техником нашим, вы уже тоже знакомы. Да еще не до медведь этот, Шарна-Урмаан, пришел поглазеть на добычу. Кстати, неплохо было бы и ваши имена услышать». «Савченко Ольга, главный координатор отдела службы внутреннего кризис-контроля», – ответила девушка. «Косых Василий, обслуживающий технический персонал», – в свою очередь представился дядя Вася. «Так все-таки, что вам от нас надо, мутанты позорные? Меня, между прочим, дома любовница ждет. А я тут с вами прохлаждаюсь, неизвестно где и непонятно зачем. Быстро объясняй, куда вы нас затащили». «Быстро», – усмехнулся Трив. «А не испугайтесь?» «Слушай, я на твою рожу уже достаточно насмотрелся. И вроде пока в сознании», – огрызнулся дядя Вася. «Кончай придуриваться, колись, где мы?» «Шарна, покажи им», – негромко произнес Лопни-башка, обращаясь к розовому медведю. Тот даже не сдвинулся с места, тупо глядя в одну точку, где-то за спиной Ольги, явно не желая реагировать на обращенную к нему фразу Трива. Гнилофор подкатился к Шарне и коротко пнул его нижней конечностью в бок. Медведь не реагировал. «Опять ртутным коктейлем похмелялся, скотина тупая», – злобно поинтересовался Лопни-башка. «Гниль сделай ему больно». «Это с радостью», – отозвался Гнилофор. Подойдя к Шарне спереди, Гнилофор поводил рукой у медведя перед глазами, а затем к ужасу людей вытянул свой хоботок, сосав в него чуть ли не полморды медведя. Последнего это, кажется, привело в чувство. Шарна задергался, но хобот Гнилофора держал его крепко. Не в силах высвободиться, он попытался подобраться поближе к Гнилофору, чтобы оторвать его от себя. Но тот был на стороже. Как только Шарна приблизился к Гнилофору на критическое расстояние, тот нанес ему упреждающий удар ногой в нижнюю часть живота, заставив медведя сложиться почти пополам. Гнилофор освободил его от своего хобота и Шарна, издав сдавленный писк, повалился боком на пол. «Ну что, будешь еще так напиваться в присутствии дорогих гостей?» – спросил его Триф. «Делай, что было сказано». В следующую секунду зал исчез. Люди непроизвольно присели, подавленные обрушившейся на них бездонной тьмой с непривычно яркими точками звезд. А под ногами, медленно вращаясь и уменьшаясь в размерах, висела очень похожая на свои снимки Земля, от которой они быстро удалялись в сторону большой желтой луны. «Ну и что это за представление, позвольте спросить?» Справившись с первоначальным шоком, проговорила Ольга, обращаясь к Трифу. «Вы же просили быстро все показать», – усмехнулся лопни башка. «Вот и получаете, что хотели». «Так вы что, действительно с другой планеты?» – только и смог выдавить из себя дядя Вася. «И с другой, и с третьей, и с четвертой, и вообще черт знает откуда», – весело подтвердил Гнилофор. «Но на вопрос вы так и не ответили. Повторите ли, сами скажете». «А зачем вам понадобились эти запасы?» – спросила Ольга. «Государственная и военная тайна, кстати». «Государство свое можешь забыть, как дурной сон. Так что в твоих интересах сообщить все, что знаешь и что не знаешь. Нам сказали, что у вас тут еще производят три хинукли-дил-дифенил-гликолад. Так вот, мы прибыли слегка им загрузиться. Ну и еще кое-чем». «И на кой вам этот три хренадил?» – поинтересовался дядя Вася, хлебнув плескавшегося на самом дне виски. «А заодно и что он такой есть? Небось, отрава какая?» «Тебе это знать не надо. У тебя метаболизм другой. Хотя насчет отравы ты в самую точку попал. Вечно этим земляшкам все объяснять да показывать приходится. Нет, чтобы подчиниться сразу». «Ты уже видел, к чему твое первое желание привело. Девушка чуть сознание не потеряла. Да и ты сам выглядел не лучше. Много будешь знать, вообще с ума сойдешь». «Так что где этот ваш хенук ледил бензилат? Отвечай, а то позову сейчас того, кому он здесь нужен». «Ну, хватит, не приставайте к нему», – заговорила вдруг девушка. «Он же наверняка ничего не знает. Только учтите, я все равно не знаю, где хранилище, но точно не в Кремле». «О, это уже интереснее», – оживился Гнилофор. «Ну и что ты нам собралась рассказать? Если вам так интересно, то я всего лишь следила за поступлениями и расходами. Работа чисто бумажная, никаких контактов с рабочим персоналом. Знаю только, что запасов этой гадости у нас тонн пять или шесть, и запасы эти очень далеко отсюда». «Больше Гронгу все равно не съесть», – довольно произнес Триф. «Так что действительно не знаешь или все-таки позвать Гронга?» «Да кончай ты их пугать. Что не видишь, как пытаются всю правду рассказать», – вступил за пленников Гнилофор. «Двое тупых земляшек, не бывавших даже на орбите, вдруг попадают в компанию монстров с хоботами. Только не говори, что ты бы на их месте не испугался». «Знаешь, мне твоя рожа тоже не нравится», – проговорил Лопни Башка, повернувшись к Гнилофору. «Мы сюда зачем прилетали? С местными дебилами общаться? Или глюкогеном затовариться?» «Автанов еле-еле четверть бункера собрали, а трава неизвестно где, еще и патруль засек». «Сам вижу, что не врут». Шарна, как бы ни был пьян, на вранье реагирует моментально, а он спит сейчас, как полярный слон, скотина счастливая. «Это кто, дебилы? Это мы, что ли, дебилы?» – вступился за честь землян дядя Вася, поудобнее хватаясь за горлышко опустошенной бутылки, готовя ее к бою. «Сам ты тупой, чебуратор ушастый. Взяли в плен, так не издевайтесь. Нечего же Невские соглашения нарушать. Изволь обращаться корректно, не то бутылкой по голове получишь». «Он меня утомил», – поморщился лопни башка. «Шарна, отведи их куда-нибудь, а заодно поковыряйся в мозгах. Может, вытащишь чего полезного. Сеанс закончен. Мне в рубку пора за патрульными следить». «Эй, ты местный», – проговорил он, обращаясь к дяде Васе. «Ты случайно не знаешь, где у вас тут можно спрятать корабль от патруля?» «А зачем?» – спросила у него Ольга. «А мы его угнали когда-то», – проговорил Триф. «Вот они на нас и обиделись. Уже четыре раза по гиперсвязи угрожали расстрелять из всего бортового вооружения. Ты же не хочешь, чтобы с тобой такое случилось?» «Ну и где вы собрались прятаться?» – поинтересовался Косых. «Если я правильно понял, мы сейчас удаляемся от земли. Куда?» – спрашивается. «Еще не знаю. Главное оторваться от патрульных, а там посмотрим». «То есть конкретного плана у вас нет», – проговорил дядя Вася. «По крайней мере, на земле не получится. Слишком хорошо ее охраняют. Так что остается сматываться куда подальше и побыстрее». «А какого размера корабль?» – поинтересовался дядя Вася. «Маленький», – поморщился гнилоформ. «Сияющий оргазм меньше предыдущего нашего райского каннибала будет. В ваших единицах метров триста в толщину, на километр в длину». «Однако ж и размерчики», – восхитился Косых. «Но можно попробовать». «Только не говори, что знаешь, а то я не люблю, когда меня обманывают», – проговорил лопни башка. «А когда не обманывают, тогда любишь?» – осклобился Косых. «Странная у вас любовь, однако». «Ладно, говорить тебе. Или подождем, пока поймают. Глядишь, заберут нас отсюда, накормят, напоят, домой отправят». «В хаос тебя отправят, а не домой», – ответил ему Триф. «Приблизятся на дистанцию поражения и спокойно расстреляют из тяжелых уничтожителей. Больно моим нужны». «Ну тогда слушай, только не смейся», – произнес Косых. «У меня тут один призрак знакомый имеется, на Луне». «Откуда там призраки?» – фыркнула Ольга. «Что, уже белочка началась?» «А ты вспомни как следует. Два года тому на нашем лунном разведчике потеря ориентации случилась. Свалились в кратер Аристарха, да так удачно, что провалились внутрь системы пещер. Потому и корабля не нашли. А у меня там брат-близнец был. Собственно, почему был, он и сейчас есть, только в виде непогребенного покойника. Скучает, психует, облазил всю Луну. Все ждет, когда его найдут да похоронят по-людски. От тоски взял да и наладил со мной псих-контакт. Я ему рассказываю, что у нас смешного делается, а он плачет со мне о своей скучной после жизни». «Ну и чего мы тогда ждем?» – спросил лопни башка. «Как это чего?» – удивился дядя Вася. «Алкоголя, да побольше. А, я же не сказал, что он приходит ко мне только когда я сильно пьян. Говорит, да трезвого меня не достучишься». «Я же говорю, алкоголик с белочкой», – еще увереннее произнесла Ольга. «Ты им еще про зеленых чертей расскажи». «Они и есть, черти. Причем, как ты сама видишь, натурально зеленые», – с достоинством произнес косых, показывая в сторону инопланетян. «Зеленые мне только либералы являлись, и то всего с одной просьбой – унитазы им прочистить». «Лопни башка», – вопросительно посмотрел на розового медведя. Тот по-прежнему мирно спал, не желая реагировать ни на что вокруг. «Сдается мне, что ты правду говоришь», – медленно произнес Триф. «Ладно, попробуем, чего уж там. А кровы не достали, так, может, хоть в этом поможете?» Он подошел к спящему медведю и не сильно пнул его под ребра. «Ты, урод, проверь, что этот земляшка наговорил. Есть там эти пещеры или просто пьяный бред?» «Эй, а что, выпить мне не дадут?» – забеспокоился косых. «Я же без этого способен только громко плакать и стонать. Или вам, брат мой, уже без надобности?» «Дадим, дадим», – успокоил его гнилофор. «Мы ж не уроды какие мы с понятием. Сейчас ж бандита позовем, он тебя осчастливит». С этими словами лопни башка полез к себе под майку и, поковырявшись там, достал небольшой шарик, усеянный кнопками. Поклацал ими некоторое время, потом, явно не удовлетворившись результатом, хряснул его об пол. Подобрал и вновь проделал тот же ритуал. Где-то с четвертой попытки шарик слабо засветился сиреневым. В воздухе развернулась размытая плоскость, в которой проявился чей-то пузатый силуэт. «Эй, ты, жбан ходячий», – обратился к нему лопни башка. «Ты где есть?» «Где, где? В звезде», – не слишком дружелюбно ответил тот. «Ну, чего тебе еще? Только забрался куда погорячее, только начал кайф ловить. Так опять чего-то хотят. Тебе что, удовольствие доставляет окружающим удовольствие портить?» «Жбан, ты мне сейчас нужен, как исполняющий свою основную функцию», – ответил лопни башка. «У нас тут клиент случился, как раз для тебя. Ты как, еще не все внутренности свои сушил?» «Сейчас прошу», – ответил бочкообразный. Протянув левую конечность куда-то вниз за пределы видимости, бочкообразный что-то ею сделал. Послышалось тихое журчание. Вслед за журчанием донеслось тихое обидное сопение. «Ну, какого вы мой объем тревожите? Что, уже в глубокий космос забрались алкоголики позорные?» «Жбан только собрался в себя уйти, я его уже чувствовала, и тут такой облом. Ну, живо говори, чего хотите?» «Триф, с кем ты это треплюшься?» – вклинился в разговор, заинтересовавшись о косых, подобравшись поближе к сияющей плоскости. «С утолителем жажды твоей», – ответил бочкообразный. «Это же ты, вроде бы, выпить хотел». «Ну вот, я и есть три источника, три составные части твоего счастья». «Это еще что за источники?» – не понял дядя Вася. «Это я, пивной робот, само пиво, что у меня внутри, и краник снаружи», – ответил Жбан. «Хочешь выпить? Ползи сюда, чем смогу, тем обрадую». «Ты что, совсем с ума сбесился?» – рявкнул на него лопни башка. «Он же клеюшник земной, а не ты, тварь титановая. Он еще в предбаннике горячей зоны загнется. Кто из нас тогда от крейсера прятать будет?» «А мне отсюда вылазить в лом», – не смущаясь, – ответил Жбан. «Нечего другим честный кайф наламывать». «Я тебе сейчас не только кайф, я тебе всю память твою кристаллическую сейчас выломаю. – зарычал гнилофор. «Еще лучше», – с наслаждением ответил робот. «Без памяти, оно, знаете, еще проще и приятней. Ничего не знаешь, ничего не помнишь. Сидишь, тащишься и никому ничем не обязан. Так что давай, я уже жду». «Жди, жди, дождешься сейчас», – сменив тон, вдруг ласково заговорил лопни башка. «Только не меня и не гнилофора, нам тебя тоже в лом оттуда доставать». «Что, забыл, что ли, про Букку?» «Вот придет к тебе Букка, погрозит пальцем и поставит тебе дополнительный терабайт оперативки, который ты к ассенизатору под конвертер засунул». «То-то порадуешься. Снова станешь умным, забудешь про пиво и будешь кибермозгу помогать курс рассчитывать. Ну как, позвать Букку или сам придешь?» «Эй, ребята, вы что, кодекс этики искусственного разума нарушать вздумали?» Стревоженно поинтересовался Жбан. «Мало вам угона барского корабля, так вы еще и свободную личность пытать надумали». «Мы еще и все пиво из тебя сольем, а в пустые баки два новых вычислителя тебе пристроим», – подтвердил гнилофор. «Будешь нормальным контроллером курса-прокладчиком, если сейчас же не придешь». «Ух вы, скоты псевдоразумные», – не сдержался Жбан. «Ладно, иду, только чтоб честно и никакого буки. Я на вас искренне надеюсь». «И чтоб пиво было холодным», – вновь встрял дядя Вася. «А плазмовидного не хочешь?» – поинтересовался все тот же негромкий журчащий голос. «А это еще кто там выступает?» – поинтересовался у гнилофора косых. «А это пиво внутри Жбана бурлит», – ответил тот. Мутировало в активной зоне и думает, что ему отныне тоже свобода воли полагается. Вот и несет всякую хрень. «Э, мы и так не договаривались», – запротестовал дядя Вася. «Я говорящего пиво не пью, а вдруг оно заразное?» «Да не бойся ты», – успокоил его лопни башка. «Пиво как пиво, не ядовитое, не опасное, жидкое и вкусное. Да и не оно это, собственно, говорит, а всего лишь бактерии брожения внутри него в коллективный разум объединились. Вот и выпендриваются перед кем-нибудь попадя. Ты их не бойся. Они маленькие, беззащитные, легко организмом усваиваются без остатка и последствий. Притом еще и придают напитку оригинальный вкус. Будешь потом хвастаться, что пил разумное пиво, да еще и беседовал с ним. Если будет перед кем хвастаться». «Ну, я не только с пивом разговаривать умею», – уже увереннее ответил косых. «Я еще и со спиртом общаюсь, и с другими его производными. Были бы производные». «Будут-будут», – произнес неизвестно откуда появившийся жбан, на этот раз натуральный, в металле и пластике, звонко ступая по металлическому полу. «Вот он я, пришел, как шантажировали. Нужен я вам еще или сомневается кто?» «Это я сомневаюсь», – спросил дядя Вася. «Да чтоб я тут же ислам принял. Давай сюда свое пиво». «На», – просто ответил жбан, – «ползи сюда, к крану, сейчас все получишь, что хотел». Дядя Вася скептически посмотрел на начищенный бронзовый вентиль, торчавший из нижней части обширного живота жбандита. «А что, посуды никакой нет? Вот я еще роботом минет не делал, пусть даже и пивным». «Ну, если ты такой привереда», – протянул жбандит. «Вот получай. Только смотри осторожно, он у меня табельный». С этими словами он достал из дверки на груди пузатый бокал и протянул его дяде Васе. «Расписку не требую, только не разбей. Он мне дорог, как память о будущем». Дядя Вася принял бокал и, наклонившись, наполнил его пенной янтарной жидкостью. Отхлебнул. Из бокала раздался протестующий вопль. «Куда глотаешь? А ну немедленно верни на ме...» Вопль оборвался, когда Косых в три глотка допил бокал. «Верну, верну, только позднее. А пивко ничего, знатное. Только поговорить много любит. Оно у вас всегда такое?» «Да нет, только пока не проглотишь», — отозвался Гнилофор. «Из живота не вещает. Точно понравилось». «А что делать? Ничего, ёршик знатный. Скоро приду в надлежащий вид», — проговорил дядя Вася. «Еще пару бокалов бы». «Пейте, пейте мою кровь», — проговорил Жбан, наполняя опустевшую емкость Косых. «Вот всё выпьете. Усохну я. Воспроизводить нечего будет. Уйду я от вас». «Куда ты уйдёшь, дурашка? В открытый космос, что ли?» — ехидно поинтересовался лопни башка. «Или обратно в вычислители подашься?» «Ну нет, только не это», — в ужасе взвизгнул Жбан. «Лучше уж в пространство вывалиться. Висишь себе один одинёшенек, на звёзды смотришь, о вечном думаешь. Энергия не расходуется, жёсткое излучение омывает. Кайф». «Ещё парочку», — потребовал Косых. «На!» — выдал ему ещё один объём Жбан. «Скоро ты уже?» «Скоро?» — утвердительно икнул дядя Вася. «Сенечка, братец мой, слышишь меня? Поговорить надо». Судя по всему, искомый Сенечка, наконец, услышал зов дяди Васи. Выразилось это в том, что Косых, надолго притих, усевшись на пол в позе увядшего лотоса, и стал медленно раскачиваться. Раскачивался он столь долго, что на него даже перестали обращать внимание. Лопни башка уже собрался предложить Ольге сходить с ним куда-нибудь в более удобное место, когда неожиданно для всех проснулся медведь шарно. Очумело осматриваясь по сторонам, он вперился в тихо медитировавшего Косых. Подошёл к нему, поводил когтистыми лапами перед его лицом, словно пытаясь убедиться, в сознании ли тот, или уже полностью ушёл в астрал. Дядя Вася уже даже не раскачивался, лишь его губы беззвучно шевелились, точно он с кем-то напряжённо беседовал. Медведь тихо уселся рядом с ним. — Эй, ты стерильный, что этот земляшка здесь устроить собрался? — поинтересовался гнилофор. — Да вот, разговаривает. — неожиданно тонким голоском отозвался шарно. — Сам вижу, что не размножается, — проговорил лопни башка. — Ты конкретней говори с кем и о чём. — Конкретней не могу. Второй участник диалога сильно далеко и, похоже, вообще неживой, но болтливый. Наш ему слово, тот в ответ целую кучу, причём не могу понять, чего. Такое впечатление, что разговор кодированный. — А этот что несёт? — спросил гнилофор. — Что и хотели. Про луну и про пещеры, да ещё про каких-то зелёных уродов. Погоди, это про вас получается, что ли? Лопни башка еле удержал гнилофора от очередного избиения медведя. — Ты что, совсем деформированный, прерывать подслушивание? Он же контакт потеряет. — Не был бы этот уродец волосатый психозондером, давно бы я его в пространство выкинул. Подобрали его, отмыли, в запой вернули, а он уродом обзывается. Сука малограмотная. Да не он обзывается, а земляшка. Так с него и спрос невелик, он же никогда таких, как ты, не видел. — Помолчи лучше, он делом занимается. Глядишь, и от патруля оторвёмся. Ты бы лучше к Флэш сходил, поинтересовался, как там у неё успехи на Ниве космовождения. — Да, может, ты мне ещё предложишь в фокус аннигилятора нашего залезть? — ядовито поинтересовался гнилофор. — Ты что, бабуля не знаешь? Попадёшься к ней, когда она не в духе, слопает, как икринку. — Потому и советую, что знаю, — ответил лопни башка. — Нечего психозондера во время работы обижать. — Ладно, не хочешь идти к бабуле, и не надо. Пусть робот сходит. — Оставьте эту бочку, пусть лучше ещё пиво сделает, — раздался вдруг сверху чей-то рык. — Кто тут меня поминал? — Бабуля, — тихо пискнул гнилофор, безуспешно попытавшись укрыться за неподъёмной тушей шарны. — Принесла же нелёгкая. Ольга подняла голову, высматривая источник рычания. А когда увидела, тихонько охнула и присела. Рост под три метра. Чёрный блестящий комбинезон с массой металлических шипов и застёжек плотно облегал мощную фигуру. Грива спутанных седых волос увенчивала громадную голову кошмарной старой ведьмы-людоеда. Крючковатый нос, мутные белёсые глаза и остроконечные уши обеществляли самые страшные кошмары Ольги. В добавлениях костюма на поясе висели две кобуры, откуда выглядывали рукояти пистолетов какого-то дикого вида. Бабуля Флэш, хищно вцепившись в металлический поручень ограждения парой жужжащих механических протезов, заменявших ей руки, пристально осмотрела собравшуюся внизу компанию. «Сброд!» — рыкнула бабуля, обнажив пару длинных жёлтых клыков. «Ну, докладывайте, что вам надо было от капитана!» «Похоже, бабуля не в духе», — тихо проговорил Лопни-башка, обращаясь к Ольге. «Веди себя тихо, а то, может быть, плохо». Ольга уже в конец, обалдевшая от этого сборища монстров, только слабо качнула головой. «Мы тут двух местных выловили!» — крикнул Лопни-башка. «Не совсем, правда, тех, кого хотели, зато один из них может полезным оказаться. Говорит, что знает, где нам от крейсера укрыться». «Ничего я не говорю, это Сенька говорит», — медленно промычал пробудившийся от транса дядя Вася. «Сеня, Феня, мне какая разница?» — рявкнула бабуля. «Если знаешь, так живо ко мне в рубку, я уже не знаю, куда от их убийцеров прятаться». «А пиво там есть?» — спросил косых, немало не смущенный грозным видом бабули Флэш. «Будет тебе и пиво, и чтиво, и криво», — пообещала громадная ведьма. «Пошли на мостик, пока кибермозг без меня сдаваться не удумал». «Ну, пошли», — согласился дядя Вася и, покачнувшись, неуверенными шагами направился к лестнице, где стояла грозная капитанша.